Знаете, жизнь любого христианина, человека, идущего за Богом, она наполнена чудесами. И есть чудеса, которые происходят, знаете, даже без особых усилий, без наших особых каких-то настойчивых молитв, без наших каких-то настойчивых просьб. Есть то, что происходит в нашей жизни сверхъестественно. Но есть вещи, которые происходят в нашей жизни, когда мы проявляем особую настойчивость, когда мы не сдаемся, несмотря ни на что. И знаете, в период таких тяжелых моментов, в период долгих молитв, когда ты не видишь долго результата, иногда звучит такая фраза. Не знаю, звучала ли она у вас, у меня она звучала, сил моих больше нет. И моя проповедь, она сегодня так и называется, сил моих больше нет. И знаете, эта фраза, на самом деле, она может стать отправной точкой, либо для огромного взлета, либо для огромного падения. Когда ты говоришь, сил моих больше нет, и опускаешь руки, и сдаешься, это становится отправной точкой падения. Но когда ты говоришь, сил моих больше нет, и поднимаешь руки к небу, говоришь, Господь, я знаю, у меня сил нет, но они есть в тебе. Тогда это начинает становиться отправной точкой твоего взлета. И знаете, самое интересное, мы люди, мы так и не знаем предела своих возможностей, предела своих сил. Мы говорим, сил больше нет, но они никуда не деваются. Мы их просто перенаправляем в какие-то другие сферы, перестаем сражаться и не видим результат. Я сегодня прочитаю одну историю из Слова Божьего. Евангелие от Луки, 18 глава, со 2 стиха буду читать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Аминь. И первый пункт моей проповеди, он называется «Забудь про неудачи». Знаете, очень часто именно неудачный опыт, наш неудачный опыт в чем-либо, в благовестии, в молитвах за какие-то наши нужды, именно неудачный опыт заставляет нас не пользоваться возможностями, которые открывает для нас Бог. мы думаем, что если не получилось тогда, то не получится и сейчас. Если мы говорили, нас не слышали, то почему-то мы думаем, что нас не услышат и сейчас. И знаете, я понял для себя одну очень простую вещь. Опыт был твой, а возможности открывает Бог. И мы из-за своего, из-за своего опыта не пользуемся возможностями, которые дает нам Бог. Мы махаем на них рукой, а по сути, возможность – это и есть чудо в нашей жизни. Знаете, Иисус очень часто спрашивал у людей, он не приходил и насильно никого не исцелял. Он приходил и спрашивал, ты хочешь быть здоров? Я сегодня открываю для тебя возможность быть здоровым. Хочешь ли ты этого сегодня? И можно сказать, знаете, как тот больной, который лежал в купальне Ефесда и говорил, да я сто раз уже пробовал, послушай, ничего не меняется. Из-за неудачного опыта мы постоянно находим себе оправдание, почему мы не будем делать этого сейчас. Но я хочу сказать, Бог каждый день открывает нам возможности. Я вам покажу одну простую вещь, вот такой пригласительный. Мы можем посмотреть на него и сказать, да это просто флайер, обычный флайер из тысячи, которые я держал в своих руках, которые давали мне просто кусок бумаги. А можем посмотреть на него и сказать, это возможность, которую в мои руки дает Бог. Благовествовать. Это возможность засвидетельствовать о его славе, о его силе. Послушайте, когда-то такой пригласительный стал для меня возможностью изменить свою жизнь. Меня никто насильно не споймал и не связал, и не привел в церковь. И в следующее воскресенье Бог открывает возможность изменить чью-то жизнь. Бог открывает возможность исцелить тот недух, который есть в тебе. Он открывает эту возможность, и мы можем махнуть рукой и сказать, я сотню раз уже пробовал. И знаете, я хочу поделиться еще одним очень важным откровением, которое я получил для себя. Даже самые тяжелые и непобедимые обстоятельства не смогут противостоять твоей настойчивости и твоей вере. Даже самые неблагоприятные обстоятельства. Послушайте, если посмотреть на ситуацию этой женщины, где она и где судья. Эта женщина не была какой-то особенной. Эта женщина не была какой-то знатной. Обычная женщина. Я не думаю, что она жила с судьей и была с ним соседями. Прям видела его каждый день. Но каждый раз, когда она видела этого судью, она докучала ему. Она говорила ему. Послушай, защити меня. Защити меня. И в ее жизни произошло чудо. И если мы хотим, чтобы в нашей жизни происходили чудеса, чем больше мы пользуемся возможностями от Бога, тем больше мы приближаем чудо в свою жизнь. Поэтому давайте мы не упустим на этой неделе возможности благовествовать нашим родным. Когда-то так спаслась моя мама. Я 10 лет молился за нее, и ничего не происходило. И знаете, пришло время, когда мне проще стало поверить в то, что мертвые воскресают, чем в то, что спасется моя мама. Но я каждый раз пользовался возможностью, которую давал мне Бог. И на сегодняшний день она спасена. Она является членом церкви. Поэтому возможность – это и есть чудо, которое в твои руки дает Бог. И второй пункт моей проповеди будет называться «Ищи ответ у Бога». Знаете, очень часто мнение людей и их ответ для нас – мы кого-то приглашали в церковь, мы за кого-то молились, мы получили справку какую-то у врача. Это становится конечной точкой в наших поисках, в наших молитвах. Ну все, поставили точку. Поставили диагноз. Я уже говорил своим родным, приглашал их в церковь, но они говорят – нет, что я могу еще сделать? Но знаете, что я понял для себя? Есть мнение людей, а есть мнение Бога по этому же вопросу. Мы забываем о том, что Слово Божие говорит – спасешься ты и спасется весь твой дом. Мне сказали – нет, все, это точка. Мы забываем о том, что написано – Он телом своим вознес на древо все наши болезни. Мы забываем об этом. Нам поставили диагноз, и мы ставим точку на это. Но есть мнение Бога. И если мы… Знаете, как побороть мнение людей? Знаете, как побороть негативные ответы? Побольше интересоваться мнением Бога. Побольше читать Слово Божье. Побольше находить ответов там. Знаете, в нашей поместной церкви недавно произошел такой случай. Мы на протяжении 13 лет снимали одно и то же помещение. На борщевовке в одном из учебных заведений. И вот, когда начался этот лукдаун, понятно, что проведение поместной церкви стало невозможным. И мы на период больше года перестали ее проводить. И вот решили возобновить. Решили возобновить проведение поместной церкви. И мы думали, что это чисто технический момент. Ну, сейчас мы пойдем в отдел аренды, продлим этот договор, и все, и будем себе дальше собираться. И отдел аренды, кстати, думал точно так же. Наш пастырь идет в отдел аренды, и как бы заполните документы, и все. Как бы просто согласовать продление аренды. И тут документы попадают к вышестоящим, к ректору. И ректор говорит, нет. Освобождайте помещение, вы больше не будете здесь собираться. У нас довольно большая поместная церковь, поэтому нам тяжело найти помещение где-то в другом месте. И как бы все, мы получили ответ от человека. Нам сказал человек, нет. Отдел аренды с подписью ректора сказал, нет. Все, согласитесь и успокойтесь. Ищите другое помещение. Но знаете, мы стали на домашней церкви, начали молиться. Начали говорить Богу, мы же твоя церковь, мы же не ради себя собираемся. Но мы же твоя церковь. И пастор говорит, я пойду к ректору. И пошла к ректору. Ректор рассмотрел и говорит, хорошо, вы будете собираться, но. Есть одно но. Мы повысим вам аренду. Вы, говорит, 13 лет назад, как начали платить одну сумму, так и платили все 13 лет. Таких цен не бывает, и нам придется повысить вам аренду. Ну, мы думаем, ну, хоть бы не в три раза, хоть бы не там. Повысят, так уже ж повысят. И вот они перезванивают и говорят, мы приняли решение повысить вам аренду. на 400 гривен в месяц. Послушайте, Бог может сделать несравненно больше того, о чем ты помышляешь или о чем просишь. Наша задача искать ответ у Него и пользоваться Его возможностями. Бог прямо здесь может исцелить тебя. Бог прямо здесь может освободить тебя. Бог прямо здесь может полностью преобразить твою жизнь. И последний пункт моей проповеди будет называться «Не смотри на видимое». Знаете, наши физические глаза, они видят только то, что происходит в физическом мире. Наши физические глаза, они не способны видеть дальше происходящего здесь и сейчас. Мы не способны видеть завтра, мы не способны видеть вчера, мы видим только что, то, что происходит здесь и сейчас. Вот я вам прочитаю еще раз два стиха из этой истории. Судья. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Видимо, то, что видела эта женщина, это то, что этот судья бесконечно ей отказывал. Но знаете, чего она не видела? То, что он думал сам в себе написано, а после сказал сам в себе. Этого никто не видел, этого никто не знал. Он уже согласился помочь ей внутри себя. И знаете, я понял одну очень важную вещь. Наша вера способна видеть дальше, чем видят наши глаза. Наша вера способна видеть завтрашний день, там, где тебя еще нет, там, где может быть, ты сегодня не видишь ответа. Твоя вера способна видеть дальше, а твои действия способны притягивать результат из духовного мира. Потому что в духовном мире твоя семья уже спасена. Потому что в духовном мире ты уже исцелен. Потому что в духовном мире ты уже освобожден. И твоя вера, и твои действия способны притягивать результат из духовного мира в мир физический. И Иисус начинает эту притчу такими словами. Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Не тогда, когда ты видишь результат. Не тогда, когда у тебя все получается. Не тогда, когда тебе легко всегда молиться и никогда не унывать. Несмотря ни на что. Давайте мы сейчас поднимемся для молитвы. Знаете, я хотел бы, чтобы мы сейчас в знак нашего согласия и в знак свидетельства перед Богом. Мы могли поднять нашу руку и сказать, Господь, хотя, может быть, я не вижу, я не понимаю, как это будет. Но я воспользуюсь возможностью, которую ты мне даешь в следующий раз, в следующее воскресенье. У нас будет служение, исцеление, освобождение на праздник Троицы. Я воспользуюсь этой открытой возможностью. Давайте мы сегодня возьмем пригласительный в новую жизнь для людей. И воспользуемся этой возможностью. Помочь кому-то изменить свою жизнь. Давайте мы сейчас поднимем наши руки. Господь, мы поднимаем наши руки в знак и в свидетельство того, что мы соглашаемся, Боже, с тем, что Ты, Боже, Бог, Который спасаешь и исцеляешь до сего дня. Мы соглашаемся, Боже, с тем, что Ты, Боже, запланировал огромное количество чудес в следующее воскресенье. Господь, мы не соглашаемся с тем, что наши родные не будут спасены. Мы не соглашаемся ни с диагнозами, поставленными людьми, Боже. Мы веруем в Твое Слово. Мы веруем в Твою силу. Мы веруем в Твою власть на этой земле, как и на небе, Господь. И мы молим и просим Тебя, Господь, помажь наши уста и помажь наши сердца. Позволь нам быть теми, кто пойдет и понесет, Боже, чудеса Евангелия в этот мир во имя Иисуса. Отец, мы молим и просим, пусть наша церковь, она горит огнем Евангелия. Пусть наша церковь, она распространяет, Боже, весть о чудесах, которые несешь Ты, Боже. Мы благословляем, Боже, Твое Святое Имя. Отец, мы молим и просим, позволь нам, открой наши духовные глаза, дабы мы могли видеть дальше, чем видят наши физические глаза, дабы наша вера, она была больше наших сомнений, Боже. Мы благословляем, Боже, тех людей, к которым мы пойдем. Отец, мы знаем, даже если они не соглашаются сейчас, их сердца не будут приготовлены Тобою, Боже. Позволь нам посеять семя в эти сердца, которое прорастет и принесет плод во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Отец, и так же мы молимся за эти нужды, которые есть в этой корзинке и записаны в этих записках, Боже. Отец, мы молимся, Боже, о семьях, которых сегодня, которые проходят какие-то трудности. Мы молимся о людях, Боже, которые сегодня несвободны. Мы молим и просим Тебя, пусть оковы рабства сегодня падут во имя Иисуса Христа. Мы молимся о людях, которым поставили неутешительный диагноз. Мы молимся, Боже, по Слову Твоему и молим и просим Тебя, исцели Ты, Боже. Благословляем, Боже, всели в нас веру, Боже, которая способна двигать горы. И я хотел бы помолиться сегодня еще одной молитвой с теми людьми, которые пришли сегодня в первый раз. Может быть, вы не в первый раз, но вы никогда еще не произносили молитву покаяния. Может быть, вы произносили ее, но по каким-то причинам вы отступили от Бога. Сегодня Бог открывает возможность примириться с Ним. Библия говорит, в твою жизнь ныне день спасения. Ни вчера, ни завтра, ныне, прямо сегодня день спасения. Я хотел бы увидеть вашу руку. Если вы есть на том месте, на котором вы стоите, поднимите вашу руку. В знак свидетельства того, что вы хотите примириться с Богом. Мы видим вас. Слава Богу. Слава Богу. Давайте мы закроем наши глаза и просто повторите со мной эту молитву. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и прошу Тебя, прости мои грехи, осознанные и неосознанные. Я открываю сегодня свое сердце и приглашаю Тебя. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я посвящаю свою жизнь Тебе. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие те, кто покаялись, давайте мы аплодисменты воздадим для Господа. Те, кто покаялись, вы сможете сразу после молитвы «Отче наш» подойти сюда вперед. Мы хотим с вами познакомиться, вручить вам подарки. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.